В прошлом году опоздал, а в этом даже прошел в полуфинал. Директор 31-й средней школы Александр Долгунков в конкурсе управленцев лидера России принял участие впервые. Результатами, как, впрочем, и самим мероприятием, депутат ЗАГС Собрания остался доволен. Самое главное в конкурсе лидера России, то что потом приходит обратная связь. И ты, соответственно, можешь какие-то подвыпадающие сферы в своем образовании, в своих навыках подтянуть. Дистанционный отбор в режиме онлайн проходил в три этапа. В течение двух часов участникам предлагалось ответить почти на 100 вопросов. И снова в этом году задания стали сложнее. К тому же появились тесты на вербальное мышление. На мой взгляд, сократили время очень существенно на все тесты. Что математических способностей, что вербальных способностей сократили настолько, что порой не хватало времени даже прочитать само задание, не говоря о том, что какие-то рассчитать математические модели и дать ответ. Полуфиналы пройдут во всех федеральных округах в январе 2019 года. Дальневосточники встретятся во Владивостоке. В первый день им предложат пройти повторное компьютерное тестирование. В последующие два дня они будут состязаться друг с другом в решении управленческих задач. Обязательным условием выхода в финал в этом году – выполнение социально ориентированного проекта. Хотел бы обратиться к участникам, кто, может быть, впервые с этим столкнулся, для кого это представляет огромную сложность. Мы с Александром Александровичем Долгунковым хотим поддержать наших земляков, камчатцев, и приглашаем их вступить в нашу группу WhatsApp, которую мы создали, для того, чтобы мы могли проконсультировать о том, как реализовывать данные социальные проекты. Может быть, мы можем объединиться в одну большую команду, которая совместно реализует какой-то очень масштабный, хороший, полезный для края проект. Всего Камчатский край на очном региональном этапе представят 14 молодых управленцев. Лисона Атыпова, Иван Родин, информационное агентство Камчатка.